Накопительные пенсии в Армении Но даже при таких условиях людям с высокими зарплатами, как, например, сотрудникам IT-компании, такой механизм не выгоден. Ливон с единомышленниками даже обращался в Конституционный суд. 5% мы выплачиваем из так называемой грязной зарплаты, той, которая еще не обложена налогом. А подоходный налог у нас высокий, 28%. У айтишников зарплата приличная, так что выходило около 200 долларов в месяц. Недовольных в стране тысячи. В новом правительстве сначала хотели отменить накопительную систему. Но как быть с теми, кто уже 4 года отчисляет взносы? В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» премьер Никол Пашинян представил решение. Второй вариант был отложить этот вопрос и все оставить как есть. Но это было бы несправедливо к тем людям, которые уже 3-4 года платят. Поэтому мы решили сбалансировать, понизить платежи для 207 тысяч граждан, которые уже платят несколько лет. И понизить для тех, кто после 1 июля должны вступить в эту систему. Теперь трудящиеся будут отчислять в счет будущей пенсии всего 2,5% от зарплаты. А государство добавляет 7,5%. Но эта мера временная. Министерцы труда и социальных вопросов готовят изменения в закон о подоходном налоге. Они сделают накопительную систему более выгодной для граждан. В результате реформ пенсия граждан, которые сегодня копят себе на старость, должна составлять как минимум 40% от средней зарплаты. Сейчас размер средней пенсии в республике составляет около 100 долларов. Это всего 20% от средней зарплаты. В новой редакции закона будут и другие изменения. Например, чиновники планируют понизить ставки выплат для многодетных родителей. Продолжение следует...